Привет, меня зовут Стас Быков, сегодня поговорим на тему бизнеса. Залог успешного бизнеса это не только качественные товары и услуги, но и правильно выстроенный процесс продаж. И сегодня вместе разберемся, как технически правильно настроить работу колл-центра для того, чтобы выжимать из него максимум. Погнали! Ну и конечно же, давайте начнем с самых основ. Что же такое колл-центр? Это центр обработки звонков, если в переводе с английского. Это выделенное подразделение или отдел вашей компании, вашей организации, занимающийся обработкой обращений от клиентов, от потенциальных клиентов и информированием по голосовым каналам связи. Это может быть и виртуальная ЭТС, это может быть и через IP-телефонию, об этом мы тоже дальше сейчас поговорим. Но самое главное понимать, что данное подразделение, данный отдел, я считаю, что должен быть в любой компании. Да, вот это обычно такие люди, которые сидят и отвечают на звонки или уже реальных клиентов, или потенциальных клиентов, только в вашей компании. Конечно же, для работы огромной компании, для большой организации необходимо много людей и технического персонала. Но для небольшого бизнеса хватает 2-3 специалиста. Ну и конечно же, понадобится еще техническое и программное обеспечение. Еще нужно понимать, что от качества оптимизации будет зависеть конечный результат и качество работы специалистов. Поэтому важный момент, и давайте сейчас об этом подробнее поговорим. Специально сделал, чтобы все было наглядно. Итак, какое же минимальное оборудование необходимо для того, чтобы ваш колл-центр работал? Физическая или виртуальная ЭТС и телефония. У меня был ролик, где я рассказывал, что такое IP-телефония, что такое виртуальная ЭТС. Я ссылочку на него также оставлю в описании. Переходите, обязательно посмотрите. Там рассказывал, из чего состоит, какие у нее есть преимущества. Также, следующее, это гарнитура. Она просто необходима, чтобы общаться, конечно же, с человеком. Стабильный интернет, но в наше время это важно. Сейчас объемы трафика возросли. И, конечно же, если интернет будет медленный, то пакеты будут теряться, будут прерывания, будут обрывы связи, будет все медленно тормозить, будет, конечно же, это будет все сказываться негативно на эффективности работы. Так как специалисты, так и в целом вашей компании. Ну и дальше удобная программа для работы с базой или CRM. Вот это оборудование, это программное обеспечение, оно просто необходимо в наших реалиях для того, чтобы эффективно работать, обрабатывать заказы. Ну и, конечно же, это все влияет напрямую на отношение к вашей компании с точки зрения потребителя. Что необходимо делать, когда мы с вами уже работаем, мы с вами принимаем звонки, нужно просчитывать и собирать статистику. Нужно понимать, сколько звонков было, из каких источников были звонки, обычно это называется колл-трекинг, то есть мы понимаем, например, пришли из социальной сети ВКонтакте, или из Инстаграма, или с Ютуба звонок идет, или с платной рекламы Яндекс.Директ. То есть когда человек переходит, там специально есть технология, это она подстраивает другой номер. И человек звонит вам по другому номеру, и в CRM все будет видно, откуда приходит звонок. То есть вам не нужно спрашивать, будет у потенциального клиента. К какому оператору пришел звонок, то есть мы сразу прослеживаем, через сколько гудков, секунд подняли трубку, как долго длился разговор, во сколько и в какой день поступил звонок. То есть видим, все это необходимо просто собирать и дальше анализировать, дальше мы об этом поговорим. Сортируйте звонки по категориям, там ошиблись номером, хотели купить, хотели вернуть товар или другие особенности. А товар какой категории хотели купить. Чем больше информации вы будете собирать, тем лучше. Ну и конечно же проводите анализ собранной статистики, которая поможет вам понять, первое, из какого рекламного источника переходят лиды. Это поможет вашим менеджерам грамотно и индивидуально построить диалог с тем или иным клиентом. Также, насколько качественно обрабатываются заявки. Вы сможете понять, кто из ваших сотрудников работает действительно на совесть, а кто просто просиживает штаны за оклад. А полноценный контроль поможет поднять качество работы всего колл-центра. Ну и дальше, какой оператор и как доводит заявки до сделки. Это поможет в составлении скриптов, а отстающим продажникам перенять опыт звезд, кто действительно разбирается, у кого все получается. Ну и конечно же повысить качество своих знаний. И обязательно анализируйте всю статистику, которую только получается собрать. И не ленитесь прослушивать звонки ваших операторов. Если у вас не хватает времени или не хватает компетенции, то наймите руководителя колл-центра, который будет как раз и отслеживать работу ваших операторов, обучать, ну и конечно же оптимизировать их работу. Есть множество сервисов для контроля разных показателей, но сегодня я вам покажу работу сервиса колл-центра от компании US, потому что в нем объединены всевозможные отчеты, но я сам им пользуюсь уже продолжительное время. Сейчас я вам покажу, как формируются отчеты и конечно же выскажу свое мнение. Модуль контроля включает в себя онлайн-мониторинг, автоматический исходящий обзвон и комплекс из пяти отчетов. Давайте сейчас подробно вместе это рассмотрим. И первое это онлайн-мониторинг. Чтобы не упускать клиентов, смотрите, что происходит на линии здесь и сейчас. Онлайн-мониторинг поможет оценить нагрузку на ваш отдел и быстро отреагировать, если в процессе обработки что-то не так. Следующее это пропущенные звонки. А пропущенные звонки это потенциально упущенные клиенты. Анализируйте причины пропусков и место потери клиента. Быстро делайте выводы и работайте над ошибками, пока клиенты не ушли к конкурентам. То есть здесь у нас все прямо в этом отчете будет видно, любую информацию. Все пропущенные, необработанные. Вот мы смотрим номер абонента. Видите, неуспешный. Также обработанные. Следующий отчет это пропущенные сотрудниками. На количество пропущенных может влиять неправильно выстроенный график работы сотрудников. Отслеживайте пиковые нагрузки на операторов и сопоставляйте их статусы в момент пропусков, чтобы оптимизировать обработку звонков. Также это все видно у нас на графике. Следующая эффективность сотрудников. Проанализируйте эффективность работы текущих операторов. Сколько вызовов обрабатывают, какой интервал между звонками и насколько клиенты довольны качеством обслуживания. Выстраивайте планы по работе сотрудников и контролируйте среднее время разговора и ответа клиенту. Также мы видим, что гибко все настраивается. Нажимаем применить и сразу же видим все изменения. Сейчас мы делаем целевое время ответа. 14 секунд. Заходим в настройки, настройки отчета. Ставим 20 секунд на входящие и 6 на исходящие. И отчет у нас, как мы видим, сразу меняется. Можем сделать его экспорт. Следующая информация о загруженности сотрудников. Если вам кажется, что нужно нанять больше сотрудников, не спешите. Информация о статусах и данные о занятости сотрудников позволит оценить уровень их финансовой эффективности. А для качественного анализа разговоров их можно прослушать прямо из отчета на таймлайне. Возможность исходящего обзвона. Автоматизируйте все, что ускорит обработку звонков. Избавляйте сотрудников от дополнительных действий, чтобы исходящий обзвон базы стал быстрее на 33%. Удобные отчеты помогут легко проанализировать результаты. Как раз сейчас мы с вами создаем компанию и открываем отчет. Ну и, конечно же, из всего вышесказанного, я считаю, что обязательно нужно использовать полезные инструменты, которые налаживают работу отдела продаж, делают его эффективным. И это просто сейчас в наших реалиях необходимо для того, чтобы ваш бизнес рос, чтобы у вас повышались продажи. Ну а пока, конечно же, какие-то компании принимают решение использовать или нет сторонние сервисы для оптимизации работы колл-центра. Конечно же, конкуренты уже идут впереди. Поэтому принимайте также верное решение. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Все необходимые ссылочки также находятся в описании. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока.